МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Большая страна открытия. Маленькие, большие, пресноводные, солёные, естественные, созданные руками человека, озёра. Их в России больше двух миллионов. Как сверкающие бриллианты, они разбросаны по территории нашей страны, окружённые изумрудом лесов, ожерельем гор и бархатом степей. И многие из них уникальны. Байкал – самое большое пресное озеро в России. Настоящее природное чудо. Более 60% видов растений и животных, которые в нём обитают, не встречаются больше нигде. А есть и миниатюрные водоёмы. Моим любимым местом отдыха в детстве было озеро Комсомольское в полярном городе Мончегорске. Это озеро можно обойти кругом за полчаса, и то неспешным шагом. Скромным северным летом там купаются местные смельчаки, а зимой над замёрзшей гладью озера переливается фиолетово-зелёным цветом северное сияние. Ну и, конечно, не без экзотики. На плато Путорана находится пресное озеро Хантайское. Добраться до него очень сложно. Суровость климатических условий в районе озера оценивается в 4,93 балла из 5 возможных. Ветер – до 45 метров в секунду. Зима – 8 месяцев в году. И мороз – минус 30-40 градусов. Ну а сегодня мы познакомим вас с ещё несколькими удивительными озёрами. Они находятся в разных регионах большой страны. У каждого своя история и своя судьба. Смотрите в этом выпуске. Легенды Кавказа. Как возникло озеро Казиной-Ам? Жертвы Древнего моря. Чем удивляет вода Сингелея? Съёмки на натуре. Русалки, подводные каналы и другие загадки озёр Шатхурей. Я не буду сегодня вашим гидом. Оставлю вас наедине с великолепием природы. Отложите все дела и полюбуйтесь на живописные озёра России. Древнее Сарматское море. Оно существовало более 14 миллионов лет назад. И включало в себя территории Чёрного, Каспийского, Аральского и Азовского морей. Позднее Сарматское море обмельчало, опреснело и перестало существовать. Однако и сегодня фрагмент Древнего моря сохранился в 18 километрах от Ставрополя и хранит множество загадок. Сарматское море В Ставрополе мы поселились в большом каменном доме с часовыми у полосатых будок. Здесь, в базарной площади, виднелась в ясный день вся белоснежная цепь гор. Неподалёку, как хрустальное, неподвижно стояло удивительное озеро. Тёмно-лиловое при каком угодно небе, оно как будто жило своей особой, отдельной от окружающего мира жизни, среди ярко-жёлтых золотых песков. Озеро было рыбное, и отец, страстный рыболов, ездил к нему в коляске вместе с детьми на целый день. Ольга Форш. Дни моей жизни. Речь о Сенгелеевском водохранилище. Сегодня вода в нём абсолютно пресная в верхних слоях, а в нижних солёная, потому что контактирует с древними морскими глинами. Интересно, что пресную воду из Сенгелеевского можно пить без всякой фильтрации. Настолько она чистая и вкусная. Но, тем не менее, вода проходит дополнительную очистку, и только тогда попадает в краны ставропольцев. Неподалёку от Сенгелея, как водохранилище называют в народе, можно увидеть остатки древнейшего вулкана. А всё дело в том, что водохранилище, которое стало работать только в 1948 году, построили на месте природного озера. И учёные до сих пор спорят, можно ли его считать остатком Сарматского моря. А если это не так, как же тогда объяснить, что озеро образовалось в огромной котловине на высоте 660 метров? Подробнее об этом уникальном водоёме нам расскажет автор книги Сенгелей и член Русского географического общества Василий Газов. На противоположной стороне Сенгелеевского водохранилища находится гора Сенгелеевская, 401 метр. Учёные в прошлом считали, что это грязевой газовый вулкан. И действительно, вот в Сенгелеевской котловине в 50-х годах нашли газ, и была построена первая газовая вышка. Сегодня водоём в длину тянется на 10,5 километров, в ширину на 5,5. Его глубина 32 метра. А обойдя вокруг него, можно насчитать около 40 километров. Когда мы смотрим Сенгелеевскую котловину, то мы видим, что здесь над ней работали 7 морей. Вот самое древнее море, это Майкопское, оно плескалось более 20 миллионов лет назад. И вот как раз-таки вот в этих слоях майкопских накопились газонефтеносные слои. Вот самое интересное море, это Караганское море, когда были острова, кружились насекомые. И вот это море, которое мы сейчас видим, это вот Среднесарматское море. Почему же озеро назвали Сенгелеевским? Никакой загадки тут нет. Первоначально название произошло от слова «сенгелей», принятого у кочевников, что дословно можно перевести как «голубая река». Последние десятилетия не с честь древностей, найденных в прибрежной местности, которые указывают на морское прошлое Сенгелея. Тогда здесь возвышались тропические острова и росли уникальные для нашей широты растения. Гинка, белоба, эвкалипт и другие. Сегодня они запечатлены в каменных отпечатках. На берегу Сенгелея можно найти зубы акул возрастом 20-25 миллионов лет, отпечатки рыб, водорослей. А вот выше, по склону, самые интересные отпечатки – это насекомые, мухи, жуки, комары, стрекозы, даже есть перья птиц. В прошлом веке озеро называлось рыбным. Рыбы здесь водилось столько, что рядом даже построили рыбозавод, поселок и множество турбас. Вода в озере на вкус была горько-соленой. Именно тогда впервые и появилась гипотеза о том, что это фрагмент Древнего моря. С этим водоемом было связано множество легенд. Например, очевидцы рассказывали об ужасающем нечто, похожем на русалку. Некоторые рыбы достигают очень больших размеров. Например, самы до нескольких метров. И вот рассказывали рыбаки, что они атаковали и людей эти самы, и около лодки плавали, которые были больше самой лодки. Большие самы. У меня лодка была резиновая. Так он как рыбач, он как хватанет хвостом. Я думал, у меня он шибет. В озере действительно обитает множество видов рыбы, в том числе гигантские самы или краснокнижная белуга. Но рыбалка здесь запрещена. Известно, что в местах с определенным геомагнитным полем могут наблюдаться различные аномалии. И, возможно, окрестности Сенгелеевского озера, как и вся территория бывшего Сарматского моря, как раз из таких мест. Потому в этих водах и встречаются рыбы гигантских размеров. Однако магнитных аномалий здесь не выявилось. Чего не сказать о соседнем водоеме, который тоже считают остатком Сарматского моря. Это реликтовое озеро Кравцова. По его глади дрейфует уникальный плавучий остров. А еще в нем растут водные растения, ровесники, динозавров. Известно, что они хищные. И местные жители утверждают, что в период цветения они питаются мошкой и, возможно, даже мелкой рыбой. А еще убивают людей. В Кравцовом озере уже давно запрещено купаться, потому что здесь утонули десятки ныряльщиков и рыбаков. Интересно, что на берегу озера Болото встречали и блуждающие огни. Но их легко можно объяснить с научной точки зрения. Ведь все дно озера – это плотная торфяная подушка, своеобразное кладбище растений. На болотах, где образуется торфяная подушка, выделяется газ, метан. И поэтому возможны вот такие огни, которые называются мерцающие огни, болотные огни. Эти огни, они горят белым, зеленым, синим пламенем. Странности, связанные с Сингелеем и окрестностями бывшего Сарматского моря, продолжаются до сих пор. Например, несколько лет назад один из ставропольских авторов в своем произведении, которое от и до являлось исключительно выдумкой, описал экспедицию за костоперой рыбой, древним целлакантусом, которую не видели уже несколько миллионов лет. Когда наш корабль возвращался на родину, он сделал остановку на острове Мадагаскар. Команда сошла на берег, и на местном базаре один из офицеров увидел довольно странную рыбу, с большим трудом выловленную местными жителями. Это невиданное чудище, запутавшись в сетях, скалилось будто собака и отличалось неслыханной воинственностью. Любознательный офицер там же зарисовал невиданное существо. Прибыв в Санкт-Петербург, он отправился в наш зоологический музей, и мы, признаться, ахнули. Оказывается, в сети угодил целлакантус, или кистеперая рыба, вымершая еще в эпоху динозавров. Иван Любенко. Кровь на палубе. Идея написания романа Кровь на палубе возникла у меня тогда, когда я, собственно говоря, узнал о том, что на территории сегодняшнего Ставрополя когда-то располагалось Сармадское море. Как выяснилось позже, в день выхода романа, отпечатки Владимирии были найдены у нас в районе Сенделеевского озера. Это говорит о том, что, ну, предсказания писателя иногда сбываются. Так почему же море, фрагментом которого считается Сенделеевское озеро, назвали Сармадским? Ученые утверждают, что это название происходит от общего названия Восточной Европы, Сарматии, где и находилось море. Сегодня зона Сенделеевского водохранилища считается заповедной. Здесь запрещено удить рыбу или что-либо строить. Все дело в том, что в бытной здесь рыбного завода и различных турбаз урон природе нанесли чудовищный. А вторая причина – оползни. Сенделеевская котловина имеет довольно крутые склоны, и поэтому здесь часто происходят оползневые процессы, которые затрудняют и движение по этой котловине, и действительно очень опасно спускаться вниз. Есть у Сенделеевского водохранилища и своя Атлантида, или подводный город-призрак. Однако правильнее сказать, даже не у Сенделея, а у его предшественника, Сарматского моря. Сейчас речь пойдет о Ягорлыкском водохранилище, миниатюрном соседе Сенделеевского. Есть данные, что река Ягорлык – тоже один из сохранившихся участков Древнего моря. Когда-то давно прибрежное село, сегодня Сенделеевское, было казачьей станицей Богоявленской, которую затопили водами Ягорлыкского водохранилища. Людей, конечно, переселили, но их дома, сараи, коровники – абсолютно все ушло под воду. Вместе с оставленной в них утварью. Сегодня многие ставропольцы убеждены, что город-призрак или подводный музей стоит на дне Сенделея. Основная часть, конечно, экспонатов и предметов быта казачьего, она осталась на дне водохранилища Сенделеевского. Все то, что в памяти людей осталось, вот прежней станицы, оно все заполнено водами Ягорлыкского водохранилища. В том числе и казачье кладбище залито было бетонным саркофагом. Сарматское море исчезло, но не бесследно. Его остатки до сих пор живут и дарят жизнь всему окружающему – животным, насекомым, птицам и людям. Сенделеевское озеро прекрасно в любое время года. И к нему упорно стремятся жители и гости Ставрополя, даже невзирая на страшные легенды. Смотрите во второй части нашей программы «Удел Александра Невского». Чем интересно Плещеево озеро и какие тайны открывает туристам? Съемки на натуре. Какой фильм прославил озера Шатхурей? Легенда Кавказа. Что скрывают воды Кизиной-Ам? Клуб главных редакторов – это обсуждение важнейших событий в стране и в мире. И самые информированные собеседники. Каждое воскресенье подводим итоги. Спросим у тех, кто знает. Присоединяйтесь к дискуссии на ОТР. Сериал по будням на ОТР. Какие ваши сильные стороны? Я терпеливая, целеустремленная, я честная, я заботливая. Так это ваш мус? Да. Если не ошибаюсь, Владимир. У меня профессиональная память на имена. Да нет, я Александр. У меня другой мужчина в другом городе, и я люблю его. И твоего папу я тоже люблю. Ты не понимаешь. Не так легко взять и перечеркнуть все. Перечеркнуть что? Твою ложь? Знаешь, мне иногда появляется такое чувство, что мы перестали друг друга понимать. А я не хочу быть хранителем твоей тайны. Почему же нельзя сделать так, чтобы всем-всем было хорошо? Многосерийный художественный фильм «Двойная сплошная». С понедельника по четверг на Общественном телевидении России. Двадцать лет назад в этих горах скрывались многочисленные банды боевиков, а сегодня это один из самых привлекательных курортов Северного Кавказа. Гизиной-Ам, Кавказская Швейцария. Чем так уникально это место и какие тайны скрывает необычное озеро? Чтобы узнать об этом, мы отправляемся в горную Чечню. Самое высокогорное, самое крупное и самое красивое озеро Северного Кавказа. Гизиной-Ам, жемчужина Чечни. Удивительное место, в котором обязательно нужно побывать. В этих местах сердце бьется быстрее. Дыхание захватывает от красот окружающих пейзажей и недостатка кислорода. В особо крутых подъемах закладывает уши, будто при взлете. И в страхе замирает сердце, особенно если за рулем местный джигит. Так что острые ощущения начинаются уже по дороге. Озеро Кизиной-Ам находится в Веденском районе республики Чечня на границе с Дагестаном. Расстояние от столицы Чечни чуть более 100 километров. Дорога из Грозного займет около двух часов на машине. Можно доехать на маршрутке. От Грозного доведено. А дальше нанять частного водителя. Дорога к озеру не просто живописна. У нее давняя история. По преданию, она была построена всего за одну ночь чеченским отрядом войск Шамиля во время Кавказской войны. 10 километров серпантина от села Харачой по горе Хал-Хар-Лам в начале позапрошлого века соединили Дагестан с Чечней. А в 1871 году на склоне этой же горы уже русскими строителями была проложена новая дорога к приезду императора Александра II. С тех пор эту дорогу стали называть Царской. Нынешняя трасса была реконструирована в 2015 году по указанию главы Чеченской республики. Сейчас это современное шоссе с качественным дорожным покрытием и оборудованными ледовыми площадками. А вот и само озеро. Сейчас оно покрыто льдом и снегом, но все равно впечатляет. Кизиной-Ам – крупнейшее озеро Большого Кавказа. Находится на южном склоне Андийского хребта в зоне Субальпийских лугов. Озеро имеет форму трелистника. По одной из версий, причиной его образования стало падение метеорита, которое запустило землетрясение. Многие ученые сходятся во мнении, что Кизиной-Ам был образован в результате землетрясения. Обвал создал плотину высотой около 100 метров. И втекающие с севера река Харсум и с востока река Каухи заполнили горные ущелья выше плотины. Так и появилась жемчужина Северного Кавказа. Что скрывается под толщей воды, не знают даже ученые. Кизиной-Ам настолько мало исследован, что даже его точную глубину никто не может назвать. Семь лет назад экспедиция русского географического общества взялась за проект под названием «Кизиной-Ам. Загадка Кавказа». Но исследование глубины прекратилось на 73 метрах. Это высота 24-этажного дома. Когда у аквалангиста лопнул нагрудный клапан водолазного костюма, погружение прервали. По одной из версий, на дне озера находятся подводные пещеры, по другой – кратер. Кто-то говорит, что под водой можно увидеть древние строения. На 100% этого не знает никто. Существует легенда, что на его дне покоятся сокровища Золотой Орды. Проверять это я вам не советую, потому что дно плохо изучено. Внизу вас ждет только толстый слой ила, который затягивает все живое. Историй, связанных с озером, немало. Но ни одна из них не может соревноваться с горским суровым преданием, объясняющим название «Кизиной». Случилось, что на эту землю спустился ангел Божий под видом нищего. Он ходил по домам эйзенойцев, просил пищи, но отовсюду его прогоняли. Некоторые даже ругались, спускали на него собак. И только одна единственная дова, живущая на окраине села, приняла спутника, накормила его, предоставила ночлег. Поев, нищий признался, что был послан богом, чтобы проверить ейзенойцев. И теперь бог накажет их за их злодеяние. Земля разверзнется, поглотит аул совсем живым. И в назидание другим на его месте появится озеро Кизиной-Ам. Многие считают, что этимология слова «Кизиной» как раз-таки связана с этой историей. И это перевод с чеченского «кыза», то есть «жестокий». Горный ландшафт укрывает долину от ветров, поэтому волны и даже рябь здесь большая редкость. Поверхность озера сияет идеально ровной зеркальной гладью. Правда, вода в самые жаркие месяцы не прогревается выше 18 градусов. Ценители уникальных пейзажей и многочисленных фотографов привлекает необычно яркий цвет озера. В зависимости от погоды оттенок воды меняется от небесно-голубого до темно-бирюзового. Несмотря на свой загадочный и романтичный вид, Кизиной-Ам все-таки такое хардкорное озеро. Вода в нем относится к категории тяжелых, то есть с высоким сопротивлением при движении в нем. Именно по этой причине в 70-х, 80-х годах здесь располагалась база сборной Советского Союза по академической гребле. Конечно, во время двух чеченских кампаний все это было разрушено. Здесь происходили ожесточенные боевые события. И только в 2011 году был заложен фундамент под строительство спортивно-туристической базы Кизиной-Ам. В 2017 году здесь прошла парусная регата, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокогорная в Евразии и одна из самых высокогорных в мире. Новый спортивно-туристический комплекс появился в Кизиной 8 лет назад. И за это время оброс отличной туристической инфраструктурой. Здесь есть лодочная станция, скалодром, зиплайн, канатная дорога, веревочный парк. Ну и, конечно, комфортные гостиницы и рестораны. Вот прям вот самые полные заезды это у нас стабильно пятница, суббота, воскресенье. По сезонам стабильно все дни, это летний сезон, май, июнь, июль, август. Приезжать на горное озеро лучше всего летом. Однако зимой тоже есть чем заняться. Некоторые отчаянные чеченские джигиты даже выезжают на ледяное озеро на снегоходах. Хотя это опасно и запрещено. Экстремальные развлечения в Китиной Аме можно найти в любое время года. Сегодня мне предложили покататься вот на такой ватрушке. Сейчас попробую. Никогда не каталась. Не уверена, что это будет красиво. Ну, толкните меня кто-нибудь. Не знаю, как насчет диплайна, но ватрушка – это непередаваемое ощущение. Мне еще подъем ждет. Там тоже интересно. Конечно, ватрушками жителей России не удивишь. Такое развлечение есть в любом регионе. Но, с другой стороны, катание на высоте 2000 метров есть не везде. А после активного отдыха можно пожарить шашлыки в беседках или сходить в ресторан и попробовать блюда национальной чеченской кухни. Если вы соберетесь в Кизиной Ам, обязательно попробуйте здесь национальное чеченское блюдо жижигалнадж. Это отварное мясо, галушки из, как я понимаю, разного вида муки, соус и бульон. Или наоборот. Сейчас попробую, все расскажу. Жижигалнадж – не самое фотогеничное блюдо. Красиво выложить его в соцсети вряд ли получится. Но зато зимой в горах это лучшее, что может согреть и насытить. Это вот так вот кажется. Вкусно. Вопрос безопасности обычно главное, что интересует всех приезжающих в Чечню. И совершенно напрасно. Сегодня эта республика одно из самых безопасных мест в России. Здесь можно даже машину не закрывать. Все будет в целости и сохранности. Ну, разве что, уважая местные традиции, необходимо одеваться в закрытую одежду. Загорать в купальнике летом здесь не получится. На летний сезон в основном у нас местные все из Чеченской республики. В остальном межсезонье все приезжие из городов России. Когда-то рядом с озером было несколько чеченских аулов. Один из них – Хой. Он в пяти минутах от озера. На русский название переводится как «место обитания стражников», объясняет нам муслим. Он родился в этих местах и все детство провел в небольшом домике на берегу прекрасного озера. На озере я жил. С детства я помню это. С детства там мои родители жили. Вот в таких комнатах. Люди начали заселять эту территорию еще пять тысяч лет назад. А непосредственно сам чеченский аул возник здесь в средние века нашей эры. Сейчас на месте древнего села находится очень атмосферный и аутентичный историко-архитектурный комплекс. Здесь больше сотни объектов, среди которых две боевых башни, две мечети, 17 жилых башен и сакли, внутри которых воссоздан быт горского жилища. Это невероятно атмосферное место, похоже на живые декорации для какого-то фильма о Кавказе. Кажется, что прямо сейчас из сакли выйдет почтенный аксакал с посохом, а по узкой дорожке пройдет изящная девушка с кувшином на плече. Чистый горный воздух, голубая вода, вековые камни и альпийские луга – это все курорт Кизиной-Ам. Несмотря на стереотипы и трудности, туризм медленно, но верно прокладывает сюда дорогу. Пока что большинство отдыхающих здесь сами чеченцы, но уже появляются гости из других регионов. Станет ли Кизиной-Ам кавказской Швейцарии судить рано, но если вы еще не видели, жемчужину горного Кавказа стоит поторопиться, пока она сияет своей строгой и холодной красотой и пока здесь нет безумных толп туристов. Сегодня мы совершим путешествие к жемчужинам Кабардино-Балкарии. Это озерам Шатхурей и водопаду Гедмишх. Но прежде чем мы туда доберемся, нам надо пройти кровавую дорогу. Но, друзья, вам уже наверняка страшно, но бояться не стоит. А вот впечатлений массу уж точно мы с вами получим. Давайте не будем ждать. Погнали! Наша дорога лежит через Баксанское ущелье, а затем через село Кюнделен, в котором на первой же развилке надо повернуть вправо и проехать над Тызыльским ущельем через урочище Хаймаша. Здесь же мы сразу попадаем в настоящую зимнюю сказку, где пейзажи поистине незабываемые. По пути нам встретится несколько кошар. Это места там, где пасется домашний скот. А еще неподалеку мы увидим кинотеатр Нарт, построенный еще в советские времена. Ну а мы едем дальше. Всем тем, кто планирует посещение плато Канжол в Кабардино-Балкарии, основательно советуем заехать на заброшенную радиолокационную станцию. Нам повезло, мы оказались в данном месте в полнейшем тумане. На остатки РЛС шли буквально наугад по очертаниям зданий на горизонте. Она была построена уже в последние годы Советского Союза, ориентировочно в 80-х годах. Сегодня она заброшена. Это огромная станция, представляющая из себя каменный круг, достаточно большого диаметра, примерно больше 30 метров, которая раньше отслеживала спутники. С этим местом связано много каких-то таинственных мест, и говорят, здесь спускается с неба луч, и люди ощущали не раз в этих местах особую ауру. Для того, чтобы убедиться, так ли это, необходимо приехать и посмотреть самому. Но нам не посчастливилось увидеть этот луч, говорят, он только появляется при ясном небе. Всего от Кенделена до точки с указателем Канжол около 50 километров. Но в одном мы убедились точно, добраться до пункта без сопровождения местных знатоков не так-то и просто. Лучше, конечно, машину выбрать на высокую, хорошую, проходимую. Здесь на низком ходу где-то застрять можно, а связи вообще нет. За Столмхенджем, за развалинами, там у нас несколько витков таких крутых, очень крутой дороги. Вот. Ехать на оплату, конечно, стоит. Еду, воду с собой надо взять. И, конечно, дрова, чтобы развести костер, потому что температура падает до плюс 8. В летнее время на Канжоле просто необходимо проводить закат, понаблюдать за звездным небом, а затем встретить рассвет. Поверьте, это дорогого стоит. Осенью здесь тоже стоит побывать, но уже днем. Зато в холодное время года, как сейчас, Эльбрус почти всегда открыт. На самом деле кровавая дорога по-тюрски есть кинжал или канжол. Есть еще вариант произношения канжал, что в переводе металлическая пластина. Согласно сказаниям, когда-то пастухи держали здесь скот, и животные разбивали ноги об острые, как кинжалы камни, окрашивая дорогу в красный кровавый цвет. Но самое важное это древние захоронения, они датированы началом прошлого тысячелетия. Мистический интерес. Прежде всего, это могила великана. Она достаточно большая, более 19 метров. Считается, что это одно захоронение. Но никаких исследований там не проводилось, поэтому трудно сказать. Но то, что в этом месте были могилы, это однозначно. Могила, как бы сказать, имеет, земля имеет форму могилы. Но я, конечно, сомневаюсь, что там похоронен один человек. Скорее всего, это хабары, так местные называют слухи. Да, полюбовавшись величественным Эльбрусом, мы, сделав несколько фотографий, отправляемся к высокогорным озерам Шатхурей. Эти два уникальных природных водоема, уникальный биом Кабардино-Балкарии, расположенная не на высоте 1082 метра. И глубина у этих озер около 200 метров. Добраться до них довольно-таки непросто. Именно этот факт зачастую привлекает туристов со всей страны. Название озер переводится как «круглый омут» или «круглая стоячая вода». Находятся они у подножья гор Калеш в восточной части Зольского района. А еще, если посмотреть с высоты птичьего полета, можно увидеть два озера вместе, и складывается впечатление, как будто это два глаза, которые смотрят на тебя. Аж мурашки по коже. Водоемы образовались на месте тектонических провалов, поэтому их относят к группе объектов карстового происхождения. Большой Шатхури отличается размерами 270 на 170 метров. Малый водоем несколько скромнее, всего 165 на 110. Они возникли в результате провалов, которые образовались в ходе выщелачивания известняков из-под песчаников. Эти объекты слабо изучены, так как более детальному изучению мешают подводные водовороты, мощные сильные течения и развитая сеть подводных каналов. Известно, что туда, особенно в перестроечные годы, сбрасывали угнанные машины или, вернее, как сказать, бандиты или кто там еще пытались избавиться от каких-то улик, и таких там машин говорят несколько. Но точно это никому неизвестно. Этот объект представляет из себя действительно большой туристический интерес, но я думаю, что его, конечно, надо и исследовать, потому что эти озера соединяются перемычкой, которая находится прямо между ними. Известно, что раньше озер было три, потом одно бесследно пропало. Согласно легенде, жили когда-то здесь три брата пастуха. Здесь же пасли свой скот, но однажды по непонятной причине земля бесследно поглотила стоянки чабанов, а на их месте образовалось три глубочайших озера. Уровень воды в них не меняется, и это загадка для ученых, ведь в озера не впадают ни реки, ни ручьи и не вытекают из них. Возможно, уровень поддерживается подводными источниками. Что есть, я не знаю, но что-то невероятное, непонятное творится. Заловили один раз, ловили такую огроменную рыбу, подняли с родственной со мной, с человеком. местный житель, мой соседний из села Гаменемосте, говорил, что видел русалку вот на том месте, и это ночью было. Когда заметил, говорит, русалка меня, сразу в воду прыгнул и уплыл, говорит. Природа вокруг водоемов восхищает своей красотой. Летом озера утопают в куще бархатистых холмов и тушистых альпийских лугов, неподалеку Ореховая роща. Во время цветения и по осени она дурманит своей свежестью. Но местные жители продолжают пугать туристов легендами, из-за которых долгое время многие обходили троицу шаткурей стороной. Сегодня устоять перед здешними красотами мало кто может, и поток любопытных стекается сюда даже из самых разных уголков нашей страны. В 1972 году на берегах этих озер можно сказать снимали знаменитые эпизоды приключенческого блокбастера Советского Союза «Земля Санникова». Кстати, белоснежный олень, которого поглотил водоворот, произошло это на малых озерах. А вот ритуальные пляски взрослого шамана как раз таки проходили на фоне вот этого знаменитого большого озера Шатхурей. По пути нашего следования мы заезжаем в ущелье реки Большие Кураты. Здесь находится гора Плодородия. Кстати, нам несказанно повезло. Мы застали двух девушек на вершине горы. Они приехали специально из Сибири просить высшие силы о потомстве. Говорят, это их последняя надежда. О мистической составляющей они узнали из древних кавказских сказаний. Пообщаться с нами при виде камеры девушки отказались. Даже в девятнадцатом веке туда неоднократно приходили женщины. Они должны были подниматься на эту гору на коленях. Это очень тяжело. Настолько тяжело, что мы на ногах туда еле-еле поднялись. И просить там высшие силы о потомстве. В фильме «Земля Санникова» также фигурировал водопад Гедмышх. Еще его называют царской короной или аватарским водопадом. Сейчас мы отправимся туда, чтобы воочию убедиться и насладиться этими красотами. Он так и назывался Гедмышх. Гедмышх действительно слово кабардинское, черкесское. Оно переводится как трава, которую не клюют куры. Потом уже со временем этот водопад был переименован и там жить в Мишсу. И по-балкарски, по-карачавски это звучит как 70 струй. К водопаду ведет грунтовая дорога, доступная для автомобиля повышенной проходимости. Но несмотря на это мы рискнули проехать на обычном седании. Было непросто и до самого водопада доехать не удалось. Пришлось еще идти пешком около 5 километров в гору. По пути к водопаду мы увидели еще один небольшой родник, который брет прямо из-под скалы и стекает в реку Малка. Оригинальное название водопада труднопроизносимым, поэтому гиды часто дают ему и другие наименования «Царские водопады» или «Царская корона». Струи водопада Гидмышх возникают благодаря роднику, который течет под землей на высоте около 100 метров. Здесь местные пастухи и случайные путники и многочисленные туристы могут утолить жажду и насытиться живительной родниковой водой. Она кристально чистая. По мнению большинства исследователей является одним из самых живописных водопадов не только Кабардин-Балкарии, но и всего Северного Кавказа. Да, она очень чистая вода, люди ее действительно могут пить. Она полезная вода, к тому же там присутствуют и какие-то минералы. но она отличается от любой воды. Когда подходишь к водопаду все время там присутствует такое ощущение, как будто радуга там возникает. А шум там действительно такой, что когда подходишь к водопаду вообще разговариваешь друг с другом, не слышно друг друга. В летнее время потоки воды представляют собой фейерверк, состоящий из множества хрустальных капель. Да и зимой здесь скучать не приходится. Водопад полностью замерзает и тогда он становится похож на огромную ледяную скульптуру. Тысячи маленьких льдинок периодически срываются, падая со звоном прямо ущелья. Сам гидмишк находится на правом берегу реки Малка и обычно подъем к нему тот самый называемый каскад размыт и преодолевается далеко нелегко, но усталость и ощущение чистоты природы того стоит. Путешествуйте, друзья. Изучение родной страны это именно то, на что вам действительно стоит тратить нашу бесценную жизнь. Ведь не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сейчас прервемся ненадолго, не переключайтесь, а далее о загадках Плещеева озера. Во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене палестинские боевики захватили израильскую сборную. Немецкие спецслужбы и полиция не смогли спасти заложников. На тот момент министром внутренних дел ФРГ был Ханс Дитрих Геншер. Геншер сказал израильским коллегам, мы уладим все наилучшим образом. Любому другому такой провал стоил бы карьеры. А он спустя всего два года занял в правительстве второй по значимости пост вице-канцлера. Авторская программа Леонида Млечина. Вспомнить все. Ханс Дитрих Геншер. Умение ни за что не отвечать. Сегодня на общественном телевидении России. Танец рождается из мелочей. Осанка. Теперь включаем руки. Прежде чем стать настоящим фламенко, полным эмоций и страстей. Вечное противоборство мужского и женского начала. Жизнь на сцене, которая затмевает реальную жизнь. Что ты в ней нашел? Кругом полно красивых бак. Сто раз лучше ты свихнулся. Это мой муж. Две премии Каннского кинофестиваля. Я буду танцевать Кармен. Художественный фильм Кармен. Сегодня на Общественном телевидении России. Озеро Плещеево расположено у подножия старинного русского города Переславля-Залесского. Его называют младшим братом Москвы. Как и столица он был основан Юрием Долгоруким. Тогда в 12 веке это был самый крупный город северо-восточной Руси. Здесь по сей день можно увидеть остатки земляных укрепительных валов, церкви и монастыри того времени. Расположенное здесь Плещеево озеро вошло в пятерку самых мистических мест планеты. Во многом благодаря загадочному синему камню. Ежедневно толпы паломников приезжают сюда, чтобы прикоснуться к реликвии. Кто-то просит счастья, кто-то заряжается энергией. Говорят, он излечивает даже бесплодие. Зимой синь камень, именно так называют его местные жители, всегда остается открытым. Снег, попавший на него, тут же тает. Ученые утверждают, у этого камня особое магнитное поле. Цвет валуна скорее сероватый, однако после дождя с первыми лучами солнца поверхность действительно приобретает синеватый оттенок. Славянская традиция этот камень, синий камень сопоставляла также с богом Велесом, скотий бог, и бог, покровитель потустороннего мира, то есть загробного. И объяснение, вот синий камень скорее здесь связано не с цветом, а синий цвет скорби у древних в дохристианском мире. Наши предки преклонялись синь камню как языческому святилищу. По преданию капище с ним располагалось на вершине холма. Сегодня это место называется Александровой горой. Здесь проходили магические обряды и приносились жертвы. Пришедшие на эти земли христиане решили навсегда избавиться от свидетеля языческой веры. Тогда-то и началась настоящая мистика. Сначала валун закопали глубоко в землю. Но спустя десятилетия он вновь появился на поверхности. Затем его топят в Плещеевом озере. Но через какое-то время камень буквально выныривает на берег. Где и находится по сей день. Плещеево озеро не меньше синего камня окутано тайными и легендами. Очевидцы рассказывают про густые непроходимые туманы, которые переносят людей в потусторонние миры. Про двойное дно, в котором пропал не один любопытный дайвер. И про огненные шары, которые загадочным образом появляются над водной гладью. Аномальные явления не заставили себя ждать и нашу съемочную группу. За пару часов пребывания на берегу Плещеево озера нам удалось застать несколько времен года. Яркое солнце сменялось проливным ливнем, а тот переходил в град. С усилением ветра над озером появились огромные воздушные змеи. И это вовсе не детские забавы, а вполне серьезный вид спорта – кайтсерфинг. Кайтинг объединяет и лыжи, и сноуборд, и парус, и можно зимой, и летом кататься. И как бы эта свобода не привязана ни к чему, только к ветру. Михаил – коренной житель Переславля-Залесского. Шесть лет назад он впервые увидел, как кайтеры парят над озером. И сразу влюбился в этот вид спорта. Но учившись сам, стал обучать других. Сегодня он работает инструктором в местной кайт-школе. Говорит, что Плещеево озеро – лучшее в Центральной России для парусных видов спорта. Михаил занимается обучением взрослых спортсменов. А вот у Юрия другая специфика. Он ставит под парус детей из детских домов. Говорит, вода – лучшая терапия. Он сам бывший врач олимпийской сборной. Сейчас к рекордам не стремится. Работает для души. 20 лет назад он впервые приехал на Плещеево озеро. И больше отсюда не уезжал. Здравствуйте! Здравствуйте! С прибытием вас! Спасибо! Пойдемте! Всегда кто-то должен ждать на берегу. Это точно! Это вы! Плещеево озеро сразу полюбилось Юрию. Во-первых, это экологически чистое место. Во-вторых, здесь довольно большая зона прибрежного мелководья. Глубоко лишь на середине водоема. А значит, безопасно. Это самый важный критерий для занятий с детьми. В-третьих, открытое пространство. Все озеро видно, как на ладони. Ни изгибов, ни деревьев, ни высоких построек поблизости. Что обеспечивает спортсменов естественными порывами ветра. Эти особенности уже давно привлекли серфингистов тренироваться на Плещеевом озере. Виндсерфинг начался, по-моему, в 60-е годы здесь еще, прошлого века. Вот. Это первый виндсерфинг. Доска с парусом. Второй, это самое модное сейчас уже называют это зимним велосипедом. Это сноукайтинг. Это кайт, транспортировочный змей. летом это летний кайтинг. Вот, кайсерфинг его еще называют. Третье, очень удобная акватория для туристических катамаранов. Кайтинг, виндсерфинг и даже яхтинг. Казалось бы, морские виды спорта. Недаром некоторые ученые считают, что Плещеево озеро когда-то было морем. Как еще объяснить идеальную розу ветров, привлекающую сюда столько яхтсменов? Среди спортсменов большую часть времени проводящих на водоеме ходят свои мифы и легенды. Одни видят русалок, другие леших, третий огромных сказочных рыб. Раньше были донные щуки с такими головами, уха из щучьих голов, они в семхом, как сомы практически. Вот такие звери огромные, рыбы огромные, говорят, что последнюю выловили лет семь назад, либо рыбакам не везет. Помимо огромных щук, современным рыбакам, в отличие от их предков, не попадается и местная рыба, ряпушка переславская. Впервые она встречается в летописях 15 века. Во времена Ивана Грозного и вовсе нарекается царской рыбой. Ни один московский пир не обходился без этого деликатеса. Хотя ели ее не только по праздникам, но и, например, во время постов. Больше 30 тысяч штук ряпушки ежегодно отправлялось место обитания этой рыбы. Однако сегодня в Красную книгу внесена только ряпушка из Переславля. Вот она, та самая ряпушка, символ Переславля. Ее можно увидеть на гербе города, а вот ловля сегодня запрещена. Однако мне удалось найти место, где рыбу можно посмотреть, а может даже и попробовать. В Переславле-Залесском у этой поистине царской рыбы есть собственный музей. Музей ряпушки хоть и небольшой, но очень информативный. Говорят, что при его строительстве на этом самом месте был обнаружен не то камень, не то яйцо древней рептилии. Экспертиза показала, найденный артефакт это конкреция, привет из Палеозойской эры. И очередное подтверждение, что Плещеево озеро когда-то было морем. Найденный минерал мог существовать только в соленой воде. В Переславле есть такая легенда, что у Плещеево озера есть второе дно. И действительно в 50-е экспедиция и обнаружили вот такие пустоты. Говорят, что в этих пустотах спрятаны клады великих переславских князей. Озеро Плещеево это не только мифы и легенды. Это еще и неотъемлемая часть нашей истории. Его называют колыбелью русского флота. И не случайно. Именно здесь Петр I учился строить военные корабли. В Переславль-Залеский молодой царь впервые приехал в 16 лет. Местное озеро сразу покорило его красотой и размером. Будущий император не раздумывая привез сюда голландских мастеров. Взял сам в руки топор и начал строительство. Так как флотилия предназначалась исключительно для учебы и игры, в историю она вошла как потешная. Потешная флотилия как детские игрушки. На долгие годы забывается ее создателем. Корабли остаются без должного надзора. Доски позже, когда император вспомнит о трудах своей юности, флотилию приведут в порядок и уберут в амбары, создав таким образом первый корабельный музей в России. Но радовать зрителей царские судна будут недолго. Царская потешная флотилия насчитывала 87 больших и малых судов. Все они сгорели во время пожара. Уцелела только фортуна. Это имя ботика Петра I, сохранившегося до наших времен. Возможно, именно благодаря счастливому имени этому судну удалось спастись. Не зря говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Конечно, бот наш очень старый. Ему насчитывается более чем 320 лет. И народное предание говорит о том, что бот сделан руками самого царя Петра. Вот такой он, Переславль Залесский, со своей уникальной историей, окутанной тайнами и легендами, которых с каждым годом становится все больше. Когда-то сюда любили приезжать на отдых столичные князья. Сегодня практически ничего не изменилось. Каждые выходные к Плещееву озеру съезжаются жители Москвы и не только. Чтобы попасть в русскую глубинку и отдохнуть от суеты большого города, насладиться природой, прикоснуться к синему камню, покушать ряпушки по-переславски. И каждый находит здесь что-то свое. Свой музей, свой вид спорта, свой храм, свою легенду и свое место силы. А самое главное, несмотря на скромные размеры, этот город с радостью принимает каждого путешественника. Возможно, поэтому сюда хочется возвращаться снова и снова. Сегодня мы открыли для себя удивительные озера России. Жемчужину Чечни, голубое озеро Казино и Ам, одно из самых загадочных на планете Плещеево озеро, горные озера Шатхурей и Сингелеевское водохранилище. Пишите нам, делитесь своим мнением, рассказывайте интересные факты, предлагайте свои темы. Адрес нашей электронной почты bssobaka.ptvr.ru И помните, удивительное гораздо ближе, чем кажется. Редактор субтитров А.Семкин